Приветствую вас, и условно проблему я бы разделил на несколько частей, на ту часть, которая касается непосредственно отношения вашего мужа и вашего восприятия, точнее разница в ваших восприятиях, разница в том, как вы понимаете общение. И вторая часть, это то, что касается вашей личной уже реализации того, что вы хотите. Начать, пожалуй, нужно с того, что отметить. Обметить очевидно. Мужчина делает все вещи, которые он делает по причине, так сказать, добросовестного заблуждения. Ну, то есть, он никак не ценит ваше чувство, никак не интересуется вами, а просто потому, что таково его воспитание. Вот знаете, если люди не привыкли общаться с персонажами, то, ну, согласитесь, вот с детства не было никакой душевной беседы. С детства никто никогда не интересовался личным миром человека, внутренним миром человека. И так он исходил годами, в том числе и с, как сказать, с началом взрослой жизни. И в этом ключе человека менять, конечно же, не представляется возможным, по крайней мере, достаточно быстро. Другое дело, что, ведь в начале отношений, когда вот вы писали, что на заре вашей семейной жизни разговор клеился. А что было еще раньше, когда вы не были мужем и женой? А что было тогда? Да. Как вы тогда общались? Видели ли вы человека с той стороны, с которой сейчас его наблюдается? То есть, замечали ли вы недостатки его? Потому что, если да, если замечали, то подобное было всегда, просто вы как бы не придавали этому значения. Почему? Потому что были влюблены, потому что вам, скажем так, все нравилось, да, и вы думали, что со временем это уйдет. То есть, очень важно провести сравнительную характеристику того, как относился к вам мужчина до свадьбы, до замужества и с какого момента началось вот это вот отторжение, это вот отдаление. Да, вы пишете, что, значит, мужчина не интересуется вашими переживаниями, но еще раз хочу вам сказать, если так было всегда, то это один момент. Если так было не всегда, а, как вы говорите, потому что вы воздушное создание, то это означает прямую связь. Прямую связь между тем, как вы себя позиционируете и тем, как позиционирует себя ваш муж. Ну, давайте попробуем разобрать ситуацию последовательно, поочередно. И начнем мы с того, что, скажем так, так было всегда, в той или иной степени, всегда в той или иной степени мужчина относился к вам, ну вот, так вот, не особо интересуясь вашим внутренним миром. Значит, что в этой ситуации можно сделать? Поскольку человек воспитан так, то важно понять, что внутренний мир, он образовывается родителем. Внутренний мир образовывается собственными ценностями. И если родители никак внутренним миром своего ребенка не были озабочены, если они не давали ему ни возможности для образования этого внутреннего мира, ни средств для этого внутреннего мира, ага, исключительно формировали у него отношения только к миру материальному, к миру реальному, то у вашего мужчины этого внутреннего мира просто нет. И средств, с помощью которых он бы мог адекватно реагировать на то, что вы говорите, на то, что вы делитесь, у него также нет. Нет у него абстрактного мышления, нет у него образного мышления. У него не прогресса, но мышление предметное. Такие люди есть. Вот, например, совсем недавно мне написал один мужчина, он инженер-механик, и вы знаете, настолько предметный человек, что с ним было довольно сложно. То есть сложно вести какой-то диалог о чувствах, когда человек свои чувства вообще-то не осознает. То есть он не может дать себе отчет в том, что происходит дальше. И вот именно такой ваш муж. Он предметный, он простой, то есть, как я понял, у него нет сколько-нибудь двойного и тройного дна. Он ориентирован исключительно на материальную основу. И я понимаю ваше желание как-то вот с ним делиться, я понимаю ваши потребности в этом. Но нельзя просто взять и начать требовать от человека того, чего он не умеет, того, чего у него нет. Сперва нужно его научить. Вот, сперва нужно его научить. Как? Почему? Дело в том, что человек может услышать чувства других людей только в том случае, когда он слышит чувство с вами. То есть, если человек отдает себе отчет в том, что он ощущает. Почему? Если человек ведет отчет своим ощущениям, то тогда он может заметить и ощущение переживания других людей. И если вы хотите налажить с человеком подобную духовную связь, то тогда нужно учить человека хотя бы отдавать отчет о том, что он сам чувствует. Вот вы говорите, у меня нет возможности выразить свои чувства, свои переживания и так далее. Хорошо. А мужчина свои чувства вам выражает? Мужчина, как он рассказывает вам, что у него наболело, что у него накипело, что его беспокоит, что его волнует. Судя по вашему письму, может быть я ошибаюсь, вы меня заранее простите, но судя по вашему письму ничего такого не происходит. Мужчина не проявляет себя. А значит нужно обращать его внимание на эти аспекты. То есть на то, чтобы он говорил вам, рассказывал, что он переживает. Вот, например, произошла какая-то ситуация, ну любая ситуация. Например, в той же политике. Начнем с той темы, которая ему понятна. Вот в той же политике. Случилось что-то плохое. Теперь его спрашивают, что ты чувствуешь? Что ты ощущаешь? Он скажет, я чувствую там гнев, там злость, радость, там недоумение, кто-то еще. Хорошо, скажете вы, а почему ты это чувствуешь? Он скажет, ну что значит почему? Ну вот чувствую, потому что ты чувствуешь. И вы скажете, нет, 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 нет. Скажи мне, пожалуйста, почему ты именно это чувствуешь? Что вы делаете таким образом? Вы восстанавливаете, вы показываете причинно-следственную связь реального мира с переживанием человека. И вы обращаете внимание человека на собственное переживание. Если вы будете это делать раз на разом, то человек будет уже автоматически обращать внимание на свои чувства, на свои переживания, на свои эмоции. И он будет спрашивать себя, а действительно, почему я чувствую это? Почему я чувствую именно это, а не что-то другое? И вот так постепенно, таким способом, конечно, если у вас есть желание, конечно, если у вас есть терпение, конечно, если вы хотите это делать, потому что это процесс не одного дня и даже не месяца. Человек никогда не отдавал себе отчет в том, что он переживает, что он чувствует. Вам нужно учить его этому, учить постепенно. Простите в этом заниматься или нет, это сейчас вам, но это единственный способ, чтобы именно с вашим мужем начать духовно взаимодействовать. Но в связи с него, потому что только столько себя человек мостит одного других. Когда он, когда и если он научится видеть свои чувства, замечать их, выделяясь вниманием, они ему странно понятны. А поскольку чувства у всех людей одинаковые, по сути, то есть каждый из нас испытывает радость, волнение, злость, грусть, печаль и так далее. Поскольку чувства у всех одинаковые, то, соответственно, поняв свои чувства, он сможет понять ваше. И тем самым, осознав причинно-следственную связь реального мира за своими переживаниями, мужчина осознает и связь реального мира с вашими переживаниями. И если он начнет видеть свои переживания, то он увидит и ваши переживания, просто потому что они станут ему более понятны. Вот именно так, именно с помощью такой стратегии можно научить мужчину, постепенно научить мужчину больше слушать свой внутренний мир. И через него слышит ваш внутренний мир. Естественно, возможности по ведению отчетов своих переживаний у каждого свои. То есть есть люди интроверсы, я думаю, вы это знаете, и экстраверсы. Сейчас это очень модно стало. Вообще, вот в последнее время всякие термины из психологических словарей становятся широко употребляемыми обычными людьми, то есть людьми, не имеющимися отношения к психологии. И для этого эти слова, они воспринимаются как что-то необычное, как что-то такое важное. Так вот, я вам скажу по-другому, чтобы вам было понятнее. Попробуйте. Когда человек, ваш мужчина, пытается поддержать ваш разговор о суслах, вот вы пишите, что ему нужно, там, удерживать в специальном голове что-то. Он мыслит синкретно. Синкрет – это такой термин, такое понятие, оно вообще-то пришло из детской психологии к нам. Когда ребенок апеллирует какими-то словами, но за этими словами нет никакого понятия, нет понятийного смыслового подкрепления от того, что человек говорит. Точно так же, по крайней мере по моему мнению, происходит у вашего мужа. Он, когда чувствует, что вам это нужно, начинает пытаться изображать вот этот вот свой внутренний мир. И точно он понимает ваш внутренний мир. И все так говорит. Но то, что он говорит, лишено сколько-нибудь понятийного аппарата. За ним ничего нет. Нет осознания, нет понимания, нет предсмертностных связей, логических цепочек и так далее. Ничего этого нет. Это просто поверхностные слова. И вот, чтобы убрать синкрет, нужно человеку дать этот понятийный аппарат. А дать понятийный аппарат можно только через свой собственный опыт. Через опыт человека. То есть, вам самой нужно создавать для него ситуации, при которых он осознавал бы вот то, о чем мы говорили. То, о чем мы сказали чуть ранее. И вот постепенно, в меру своих возможностей, в меру своих способностей, в зависимости от типа личности, от темперамента, человек освоит эту вот интроспекцию. Интроспекция это означает введение отсюда о самом себе. Ну, вот такое точно. Понятно, да? Термин такой специфичный. Ну, для простоты будем использовать одно слово. Интроспекция. Так вот. Интроспекция будет у человека развиваться настолько, насколько ему важно. Насколько для него это возможно. И вот, вы начнете что-то делать, вы увидите, что человек постепенно, постепенно обладевает интроспекцией. И вот, вы видите, что он развивается, развивается, развивается. Допустим, в этом направлении в этом раз, и все. И перестал. То есть, нет прогресса. То есть, допустим, человек сможет какие-то простейшие, простейшие виды переживаний выразить, выразить вам свои. Это одно дело. Ну, а более сложно, у него не получают, не получают. Что вы будете делать? Будете требовать от него, чтобы он продолжал, будете пытаться помочь ему освоить глубинную интроспекцию, более глубокую. Уже решать вам. Тут нужно лишь только предупредить, что интроспекция при неумелом, неподконтрольном обращении может человеку навредить. Ведь почему люди в себе зомневаются? Почему люди не уверены в себе? Почему они не могут принять решения? Почему винят в себя? И так далее. Все это негативные, как раз таки, последствия неконтролируемой интроспекции. То есть, человек анализирует, то есть, он чувствует, анализирует. То есть, он переживает, пытается обладать вопрос. У него не всегда это получается. Потому что у сознания есть достаточно серьезное ограничение по познанию и анализу самого себя. И тогда интроспекция будет только вредить вам. Важно потому, что мужчина будет меняться. Мужчина будет становиться менее уверен в себе. Больше будет погруден в себя. Ну, такое может быть. Я вам просто предупреждаю. И у этого, может быть, свои негативные последствия могут быть. Если вы будете, допустим, настраивать на углубление интроспекции. Так вот постепенно. То есть, тут нужно соблюдать мир. Дальше. Теперь второй вариант. Второй вариант, когда мужчина, значит, раньше вас слушал, вот до брака, он вас как-то воспринимал, а потом перестал это делать. В этой ситуации нужно сказать так, что, во-первых, задать вопрос, почему вы принимали его особенности, его черту такую раньше, то есть, когда, так, я, наверное, немножечко, немножечко неправильно сказал. Когда мужчина вас слушал, когда мужчина к вам прислушивался, во-первых, важно понимать, о чем вы говорили в тот момент, в тот момент. И, во-вторых, необходимо понять, с каких упор он перестал это делать. Дело в том, что у человека есть, как бы, сигнал, сигнал для начала его познавательных процессов. Я надеюсь, вы не будете спорить с тем, что когда человек, вот когда кто-то начинает к кому-то прислушиваться, да, это процесс познания. Это означает, что какие-то органы познания, они активизируются. И поэтому органы познания, а точнее работа органов познания, отразделяется на две категории, на две части. Первое, это вот сигнал, то есть, отравная точка, когда они активизируются. И второе, это коррекционная поддерживающая функция. Так вот, если вы пишите, что мужчина прислушивался к вам более или менее тогда, когда вы выглядели хорошо, то как бы вам это не нравилось, как бы вы считали, что это неправильно, вам необходимо вновь постараться вернуться к этому. То есть, к тому, чтобы мужчине нравилось ваш внешний вид. Почему? Потому что ни для кого не секрет, надеюсь, и для вас тоже, что мужчина любит к глазам. И если женщина ему, вот, неприятно внешне, то, по крайней мере, большинство мужчин, мужчин, которые не обладают интроспекцией, да, о которой мы говорили, они не будут так возничными прислушиваться. Почему? Потому что она им неприятно. Почему? Потому что она не вызывает у них учетовое ощущение, ничего положительного. И да, это плохо, это действительно не очень справедливо, как вы говорите, но, тем не менее, факт считается факт. И вам необходимо создать условие для того, чтобы появился необходимый сигнал для активизации познавательности процесса у мужчин. Если у него этот процесс связан с вашим внешним видом, значит, он и пытается создавать внешний вид организоваться. Никто не говорит про идеальный внешний вид, никто не говорит про такой же внешний вид, как раньше, но, тем не менее, то, что вы можете сделать, уверен, этого будет достаточно, по крайней мере, для хоть какого-то улучшения в плане прислушивания к вам. Дальше. Значит, мужчина раньше к вам прислушивался. Продолжение следует. Если вы связываете это только с внешним видом, то это, конечно, одно. Я лично думаю, что есть какая-то другая причина. Причина, которую вы здесь, конечно, не пишете. Причина дисков, конечно, вы это не описываете. Я думаю, что, скорее всего, во всем виновата его отношение к вам. То есть, когда вас привели дети, он начал считать, что вы живете только для детей. И не нужно думать, что он действительно так считает. То есть, это было бы заблуждением, это было бы наивным заблуждением. Дело в том, что мужчине так удобно, мужчине так комфортно, его так устраивало. И это ему выгодно. Соответственно, вы, с своей стороны, можете сделать то, что. Вдобавок ко всему тому, что я описал, вы можете подумать, а что человек получает от этого вот. Что человек получает? Ведь, смотрите, чтобы мужчина начал с вами разговаривать, чтобы мужчина начал обращать внимание на ваш внутренний мир, но все усилия. Усилия предпринимаются тогда, когда человеку чего-то не хватает, когда человек хочет это получить. И усилия не предпринимаются, когда у человека все есть. Вы видите, что у вашего мужчины есть все, что ему нужно для личного комфорта. Ему комфортно, ему хорошо его все устраивает. Подумайте, из чего состоит его комфорт, и постарайтесь какой-то часть комфорта его лишить. Так, чтобы он начал предпринимать какие-то усилия для того, чтобы вновь обрести этот свой комфорт. И для того, чтобы обрести ему свой комфорт, ему необходимо будет обратиться к вам и поговорить с вами именно на том уровне, на котором вы хотите. При чем при этом, осуществляя то направление деятельности, которое мы описывали ранее, вы дадите ему необходимые средства для того, чтобы он понимал, на каком вообще языке с вами разговаривать. Я думаю, что это послужит вам стимулом для какого-то появления контакта на том уровне, который бы вам хотелось. Дальше. Теперь мы поговорим немножечко про внешний вид и про, собственно говоря, тот вариант, который касается лично вас. Пожалуй, начать нужно с того, что вы, значит, вот я прям цитирую вас, нет стремления красиво выглядеть, потому что оказывается несправедливым, если вам не ценят больше всего внешне. У меня всегда был внутренний мир, и он всегда сильно перевесивал. Вы знаете, в чем дело? Мужчина, я, наверное, здесь повторюсь, мужчина любит глазем. И это для него как бы трамплин. Кроме того, вы сами себя чувствуете не очень комфортно, а в частности еще и потому, что у вас очень много недосыпа, мало времени на себя, и вы не можете красиво выглядеть. То есть, и у вас нет стремления красиво выглядеть. Но вообще-то говоря, вот то, что вы сейчас пишете, можно переправировать немножко по-другому и сказать так. Я не хочу красиво выглядеть, потому что меня не замечают, потому что обращаю внимание только на моем внешности. Хорошо. А вам самой для себя красиво выглядеть что, не нужно? Вам самой для себя, для того, чтобы чувствовать себя женщиной, не требуется красиво выглядеть? Если нет, то получается, что вы себя не любите, потому что, если бы вы себя любили, то вы бы выглядели максимально красиво в любой ситуации. И не для кого-то, а для себя. А получается так, что вы ориентированы на других людей, в частности, на вашу помощь. Это не является правилом. Во-первых, если вы себя не любите, то вас никто не будет любить. Я надеюсь, вы понимаете. Если, ага, значит, вы себя не цените, то и вас не ценят. Соответственно, если вы не обращаете внимание на свой внешний вид, если вы никак не стремитесь показать свой внутренний мир, то это никому не будет любить. Да, скажете вы, я пытался показывать свой внутренний мир, но как бы на него никто не обращал внимания. Мы достаточно подробно разобрались с вами, почему так происходит. Происходит, я надеюсь, вам этот вопрос в большей степени стал понятен. Но внешний вид также необходим подобный для мужчины, потому что мужчины такие существа. Они, еще раз повторю, очень много значения дают внешнему виду. Если женщина выглядит неопрятно, то у мужчины к ней не возникает влечения, не возникает каких-то, ну вот, именно внешних эстетических чувств. И это блокирует все остальное, блокирует ее восприятие, особенно у вашего типа мужчины. И поэтому вам все же необходимо в первую очередь, конечно, для себя отработаться внешним видом. Почему? Потому что, зная, что вы выглядите хорошо, зная, что вы выглядите прекрасно, настолько, насколько это возможно, у вас будет больше ощущения, что вы являетесь собой. И вы не сможете не заметить, как мужчина смотрит на вас другими глазами, он больше на вас обращает внимание. Да, это внешний вид. Да, это не то, что вы считаете важным, но для него это важно. А раз вы, мужчины, раз вы этого мужчину видите своим мужем, пока что, вам необходимо учитывать его желание. Но делать это для себя, потому что женщина, которая не стремится выглядеть красивой для себя, она, собственно говоря, ну, недостаточно хорошо относится к себе, а значит, недостаточно хорошо относится и к другим. И если женщина не заботится о своем внешнем виде, то значит, она не заботится и о своем муже. Именно как жена, а муж. Мы сейчас не говорим про какую-то бытовую помощь, мы говорим именно про отношения между мужчиной и женщиной. Так что, подобное его желание, подобное его желание видеть вас красивее, нужно все-таки удовлетворить. Хотя бы, насколько, насколько для вас возможно. Я понимаю, что у вас много недосыпа, мало времени на себя, но тем не менее, тем не менее, хоть что-то можно и нужно сделать. Уверен, что вы забыли немножечко о себе. И вот вы говорите, например, что вы считаете, что детям все время отдавать не нужно, да, вот как муж говорит. Но при этом вы же сами, говоря, что у вас много недосыпа и мало времени на себя, как бы подтверждаете вот эту самую теорию, стратегию мужа. Вы предаете, вы, как бы, приносите себя в жертву детям, игнорируя саму себя. Вы обращаете внимание на свой внешний вид, ой, на свой внутренний мир, прошу прощения, но забываете о внешнем виде. И дело в том, что внутренний мир, как бы, оберегаться проще, на него легче обратить внимание. А на внешний вид требуется усилия. Но, чтобы не приносить в жертву себя, нужно прилагать эти усилия. Поэтому, если вы не хотите жить только ради детей, начните со своего внешнего вида. Это будет показателем как раз того, что вы не только обращаете внимание на детей, но еще и на себя. А в внешнем мире это довольно-таки относительное понятие, и во внутреннем мире легко очень найти оправдание, например, своего бездействия по отношению к себе и так далее. Этот момент точно нужно пронабортно. То есть, стремление красиво выглядеть продиктовано вашим собственным желанием. Потому что вы сами для себя хотите выглядеть хорошо. Для вас неприемлемо, исходя из вашей любви к себе, из вашего достоинства, из вашей самооценки, неприемлемо выглядеть плохо. Абсолютно любая женщина, которая себя ценит, будет заботиться о своем внешнем виде. Если мужчина видит, что вы не заботитесь о своем внешнем виде, то зачем ему заботиться о вашем внутреннем мире? Именно так думает мужчина. Ему нет никакого внешнего стимула к вам прислушаться. Да, это неприятно, но тем не менее это так. Вот эту мысль постарайтесь обдумать, постарайтесь ее принять. Если вы не испытываете стремления выглядеть красиво по своим личным причинам, то есть, например, вот вы разочаровались в красоте, вы не видите смысла в этом, или вас обижают, то есть вас видят в неящее, то простите. Нельзя приравнивать человека к себе. Нельзя восприниматься другого через свои ценности, ведь у другого свои ценности. И вы либо знали об этом, либо догадывались. Мужчина всегда обращал на вас внимание, как на носителя в нескольких странах, скажем так. И вы об этом знаете. Вы его сейчас говорите, что, собственно говоря, на даре семейной жизни разговаривали каждый день и меня слушали. Но тогда я был и воздушным, и вяжем заданием. Видите, уже тогда мужчина обращал внимание на внешний вид. Так почему же вы сейчас вдруг внезапно начали думать, что несправедливости на ваш внешний вид обращают? Ведь это ваш мужчина, и он такой. Он такой. Ну просто почему-то раньше вы принимали его, а сейчас нет. Может быть, вам самой, как бы это сказать, вам самой тяжело поддерживать свой внешний вид. И вы, чтобы оправдать нежелание заботиться о себе, о своем внешнем виде, говорите сейчас, что он несправедливый, что он ценит больше внешности. Но на самом деле именно в поведении мужчины, именно в его, так сказать, вкусах, в его взглядах я изменений не вижу. А вот в вашем восприятии я изменений не вижу. И да, мне кажется, что недосып и отсутствие времени на себя являются стимулами для того, чтобы вы начали искать оправдание, чтобы меньше времени, меньше внимания уделять себе. И это оправдание у вас нашлось в виде несправедливого обращения внимания на вашу внешность уже со стороны мужчины. Еще раз повторю, так было всегда, и все-таки это непонятно почему. Раньше вы с этим мирились, раньше вас это встречало. Более того, вы этого человека сделали своим мужем, а вот теперь почему-то вы считаете, что на внешность внимания обращать не стоит. Если бы мужчина не обращал внимания на вашу внешность, то это был бы уже не ваш мужчина, а кто-то другой. И давайте будем честны, если бы это был кто-то другой, то было бы, наверное, еще хуже. Потому что получилось бы так, что тот человек, от которого вы выходили замуж, он исчез. А вместо него стал кто-то другой, которого я даже совсем не знаю. Да, понятно, вы сейчас стремитесь к тому, в чем у вас действует. Вы, наверное, думаете, эх, хорошо бы, если мужчина вот слушал бы мой внутренний мир. Но при этом вы забываете, что другие качества человека, которые прислушиваются к внутреннему миру другого человека, в том числе и к своему. Другие качества человека могут быть такие, что полностью исключали бы всякую помощь вам на бытовом уровне. В этот момент вы не упускаете, пожалуйста, из видов. В общем, вопрос внешнего вида вам стоит обдумать. Я надеюсь, что довольно-таки подробно описал его. Могу здесь лишь закончить так. Женщина, если хочет, чтобы мужчина ее любил, будет тщательно и бережно относиться к себе. Если мужчина видит, что она заботится на себе, если мужчина видит, что она относится к себе стрепетно, то и мужчина будет относиться к ней также. А если мужчина видит, что она относится к себе попустительски, то он будет делать все самое необходимое, как ваш муж, но не больше. Этот момент вам нужно проработать. Теперь дальше, что касается вопроса, связанного с вашим личным направлением по реализации внутреннего мира. Вы пишете, что сложно, вы об этом сказали совсем чуть-чуть, вы пишете, что вам очень тяжело найти время на то, чтобы жить своими интересами, хоть это и затруднительно, сделать дома с двумя детьми. У вас есть желание жить своими интересами, и вы давно ведете параллельную жизнь. Значит, есть некоторые противоречия между тем, что вы здесь пишете. Во-первых, значит, так, из-за этих долго для всех обид вы ведете параллельную жизнь. То есть, вначале появляется обида, потом личная параллельная жизнь. Ну, во-первых, так. Обида – это что такое? Обида – это проецирование отношения другого человека на себя и принятие его, этого отношения, за истину с последующим желанием доказать обратно. То есть, мужчина на ваш внутренний мир не обращает внимания. Вы, не до конца понимая причины этого и не имея возможности как-то до него достучаться, обижаетесь. Считая, что он делает это как-то специально или просто чувствуя себя бросенной и покинутой, но не желая как-то расширять границы сознания мужчины, вы обижаетесь. То есть, вы архивот, он меня не снущит, меня не понимает, не хочет даже случиться, что я ему говорю. Я буду вести лучше параллельную жизнь. То есть, вы ищете более легкий путь. Этот более легкий путь у вас выражает параллельную жизнь, которая вам сходится вместе с детьми. И первое, что здесь хочется сказать за то, что параллельная жизнь, как вы ее называете, является социальной жизнью. То есть, вы не можете быть только матерью и только женой. Вам еще обязательно нужно быть подругой, вам еще обязательно нужно быть, так сказать, субъектом общественных отношений. И это нормально. Но, это, раз таки, ваше незыблемое личное право быть в таких отношениях. И проявляется, проявляется это право в том, что оно существует даже без обид. А вы ведете параллельную жизнь, то есть, осуществляете свои права только на почве этих самых обид. Не было бы обид, не было бы этих прав. Вот это неправильно. Получается, что вы, так же, как и ваш муж, себя сами от общества немножечко изолируете. И, так же, как ваш муж, отдаете все детям. Все себя, старайтесь, отдать детям. При этом, игнорируя другие социальные роли. И только лишь то, что ваш мужчина не обращает на вас внимания, стимулирует вас, обращает внимание на другие роли. То есть, это, как бы, для вас, ну, знаете как, принудительное решение. А в действительности, вне зависимости от того, как себя ведет с вами ваш муж, вам нужно вести эту самую параллельную жизнь. В противном случае, вы сойдете с ума. И мужчина, мужчине желательно видеть, что вы, в общем-то, общаетесь с другими людьми. И, что вы живете своими интересами, что вы взаимодействуете с другими людьми и так далее. Что это абсолютно нормально. И у вас это, у вас это нереактивное поведение. То есть, это поведение не как реакция на негатив, правильный мужик. А это ваши личные желания. Это ваше понимание того, что вы, на что вы имеете право. И здесь, мне кажется, опять проявляется неуверенность в себе и недостаток любви к себе. Почему? Потому что вы обижаетесь на то, что у мужчины было всегда. Вы обижаетесь на то, что отчасти настоятельно создали. И, исходя из этих обид, вы ведете параллельную жизнь. Но, если бы мужчина вам все давал, что нужно, то есть, обращал внимание на ваш внутренний мир, на что-то еще, вы бы на эту параллельную жизнь, ну, не предъявляли бы никаких притяжаний. То есть, вы бы полностью растворились бы в своей семье. Ну, как я понял. А это неправильно. Это неправильно. Это, опять-таки, показатель того, что вы ищете любовь и поддержку во всем, только от мужа. Только в нем, в своем супруге. А в действительности, супруг, несмотря на то, что он вам самый близкий человек, он все же человек. И он может дать вам ограниченное количество внимания, тепла, ласки и так далее. Он не может дать вам все. Например, муж редко может быть другом. Муж не может быть подругой. У супругов часто бывают темы, на которые нельзя разговаривать. И это нормально. И для этого нужны другие люди. И вам нужно отделить обиды. То есть, перестать обижаться. Я надеюсь, все, что мы сказали ранее, поможет вам перестать обижаться. Потому что вы, ну, я надеюсь, лучше поймете причину поведения вашего мужа, во-первых. Во-вторых, поймете, почему он так поступает. А в-третьих, вы увидите, что это не на вас отношение. Отношение не к вам. А это именно просто проявление его сущности, его понимания мира, мужчины. И к вам личного отношения это не имеет. А значит, и обижаться фактически не на что. Если обиды не будет, то останется только ваше волевое решение вести или не вести параллельную жизнь. И понимание. Принятие того, что вы, как полноценный человек, имеете на нее право, позволит вам повысить свою самооценку, повысить свою уверенность. Перестать, может быть, ждать от мужчины того, что он, наконец, обратит внимание на ваш внутренний мир. Перестать жалеть себя. Перестать считать, что вас никто не слушает. А поступать достаточно просто. Мужчина не может? Не может. Такой он мужчина. Хорошо. Я принимаю его таким, как он есть. И я буду использовать его в том, в чем он хорош. Это помощник, там, муж и так далее. Партнер по хозяйству. Это родители мои. Это отец моих детей. Все. А для реализации своего внутреннего мира, я буду использовать других людей. Но не потому, что я обещаюсь на мужчину. Вы же не обижаетесь на ребенка, например, за то, что он не ведет с вами высоко интеллектуальные беседы. Почему? А потому, что он не может. Он не может. У него нет средств для этого. И прежде, что от него этого требуют, нужно научить. Вот вы научите мужа, потому, что он может делать. И вот, когда вы будете знать, что он может это делать, то у него есть все средства, а он не делает. Вот тогда уже можно обижаться. Но даже в этом смысле, в этом случае, в этом случае, что есть обида. Обида, это, опять-таки, это просто-напросто жалость к себе. Как же так? Вот меня там не приняли, меня оскорбили и так далее. А почему оскорбили? Почему человек не хочет, допустим, иметь уже средства, да, которые вы ему дали? Почему человек не хочет вас все равно одаривать своим вниманием? Уже к внутреннему миру? Потому, что его вы не волнует. И что это означает? Это означает, что у него нет теплых чувств к вам. Он не заинтересован в вас. Он считает, что вы полностью принадлежите ему, мужчину. И в этом случае не обязательно так, а четко понимать, что мужчина расслабился. Мужчина уверен в том, что вы от него никуда не денетесь, что вы его супруга, что вы будете целиком и полностью вреда с ним. Ну, это заблуждение. У человека это заблуждение. Вы дайте ему понять, что это не так. Вы покажите, что другие мужчины интересуются вам. Вы покажите, что вы и без него отлично живете. Что вы в нем не нуждают нас. Пусть мужчина начнет бояться вас потерять. Пусть мужчина почувствует, что вы выходите из-под контроля. И вот тогда, если у него есть к вам чувства, он их проявит. А если чувств нет, это значит, что он к вам на надуши. На эмоциональном уровне. И опять-таки, на это обещанство бесполезно. Человек не может заставить себя к чувству. Нельзя заставить себя любить, нельзя заставить себя испытывать симпатикой или что-то еще. Нельзя заставить себя это делать. Если человек не может, не любит вас, например, а вы обвиняетесь, то вы обещаетесь не потому, что человек вас заметил. Нет. Потому что вы не получили от него того, чего бы вам хоть и хотели. Но простите, если вы хотите любви, что если вам нужна именно любовь, вот, если вы конечно бы вас любили, то это значит, что внутри вас, вам, что-то не хватает. Эта любовь несет в себе потребности. Эта любовь несет в себе ваши желания. Какие есть планы? это какие-то желания, связанные именно с вам. Может быть стабильность, ласка, вишеченность, нужность, уверенность в себе как в женщине и все такое. Вот это все вы можете получить сам, самостоятельно, без любви и без других людей. и получив это все, вы увидите, вы подчеркиваете, что любви вы не хотите. Потому для любви нельзя хотеть. Любовь можно только дарить и принимать ее. А хотеть любви нельзя. Если человек хочет любви, хочет отношения какого-то к себе, то это значит, что ему лично чего-то не хватает. И он не хочет искать путей достижения того, чего ему не хватает самостоятельно. А он хочет, ему кто-то это дали. А это зависимость. Зависимость от людей, зависимость от обстоятельств, от ситуации и так далее. И эта зависимость, она подобная колесу водит вас по кругу. И вот тогда появляется недовольство. Недовольство тем, что все одно и то же. И вот тогда да, есть обида. Но это обида на себя. Это злое за то, что вы сами не можете получить то, что вам нужно. и тогда в этом случае, в последнем случае обязаться на себя нет смысла. Потому что это пустая страта энергии. Любая обида пустая страта энергии. Понять, почему произошла такая ситуация. и ощутить, осознать, что обида есть фрустрация на то, что мы сами хотим получить и не получаем. Обида как следствие того, что мы допускаем для себя только один способ удовлетворения своих потребностей даст понять, что не обижаться нужно, а стремиться самостоятельно получить все то, что мы хотим. Конечно, не в том объеме сразу, в котором хочется. Но хотя бы осознать, что мы сами свои желания осуществляем, сами всего добиваемся и потом уже будучи независимыми и полнодзенными сможем сделать другого человека счастлив сможем дать другому человеку ту самую любовь, которая является безусловной. Вот примерно так я ответил бы на ваш вопрос, на проблем конечно же не решится, потому что у вас есть несколько направлений, у которых одновременно нужно двигаться. у вас есть физические ограничения на то, что вы можете сделать, эти ограничения дети, но будем честны, депрессия это тогда, это такое постоянно, когда человек не видит для себя выхода из ситуации, пока вы связываете реализацию своего внутреннего мира только с мужем, и пока вы требуете от него того, что он не умеет, пока вы альтернативную реализацию своего внутреннего мира воспринимаете как реакцию на невозможность реализации его с мужем, у вас будет эта депрессия, потому что то, та позиция, которую вы заняли, она поджоги в тупиковых и тупиковых. Почему тупиковые, я здесь объяснил доступно. И вот выходы из этой ситуации я вам тоже обслуживал, выходов несколько, и этот выход касается и переориентации вашего мужа на другие ценности, на другие модели поведения и восприятия. Эти выходы касаются и вас самой, для переосмотрения некоторых моментов и для освобождения от обид, от негативных эмоций, и для повышения уверенности в себе, и для осознания и, так сказать, реанимации любви к себе, и выход по, так сказать, уделению больше внимания самой себе, по снижению зависимости от взглядов других людей, от мнения других людей, в том числе и вашего мужа. И вот если вы в направлении всех этих выходов будете двигаться, у вас начнутся изменения. И только здесь в том, что если в каком-то выходе у вас изменений не будет, то есть, например, вот с мужем у вас не получится научить его чувствовать себя, да, вот как мы говорили, что все остальное получится, что одно из выходов всегда даст свой результат. И вы сами увидите, что возможностей вариантов для решения вашей проблемы много. Решение вашей проблемы комплексное, то есть многостороннее. И какая-то из сторон обязательно принесет свои планы. а когда вы увидите, что тупиковая ситуация обернулась множеством выходов, когда вы увидите, что я могу сделать вот это, я могу сделать вот это, я могу сделать вот это, то и исчезнет ощущение, что вы в плесклетке, исчезнет ощущение, что вы запертый. Появится ощущение возможности, а возможности это как глосток светлого воздуха наполняет силой, энергией и бодростью, а также надеяться. Но надеяться нужно на правильную вещь, какую. Надеяться нужно на то, что вы в итоге получите сами то, что вы хотите. Ни другой человек даст вам это, ни другой человек осознает свои ошибки, нет, а что именно вы благодаря своим действиям, благодаря своим поступкам, своему поведению получите в итоге то, что вам нужно. И не получаете вы что-то лишь по той причине, что либо вы считаете, что вам это ноль не критично, и вам нравится переживать по этому поводу усилить себя, считать, что вы несчастны, или потому что вы выбрали неправильную линию поведения по достижению этой цели. Например, реализация своего внутреннего мира через музе. Это неверно. По крайней мере, в той форме, в которой вы сейчас это делаете. Ну, хотя бы потому, что вы стремитесь перескочить в своем стремлении некие барьеры вашего мужа. А это является как минимум неуважительным в отношении к нему. Почему я так же вам описал. Ну, что, на этом я думаю все. надеюсь, что помог вам. Мне кажется, что вы можете все изменить, вы представляете достаточно осознанным человеком для этого. Главное, чтобы вы восприняли все, что я вам написал, написал, сказал, да, это я по привычке говорю, написал. Главное, чтобы вы восприняли все, что я вам сказал конструктивно. То есть, не думали, что я пытаюсь как-то вас совсем обвинить, хотя где-то может быть подобные носки и проскальзывают. Дело в том, что действительно какие-то ошибки вы допустили сам. сам. И вот эти ошибки в первую очередь нужно исправить. А уже потом думать обо всем остальном. Удачи вам, Ирина, удачи вам во всех ваших начинаниях. Пишите мне еще, если вам потребуется помощь. что-то